Баруха Таду Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и давший свою Тору. Благословен Ты, Иешуа, облегшийся во плоти и ставшийся живым словом. Спасибо Тебе, Боже. Аминь. Давайте мы присядем. И сегодняшний недельный раздел Торы, он называется Масей. И это последний раздел книги Бамидбар, книги чисел. Итак, свое название получил, как всегда, вы знаете, что название идет от значимого слова, которое идет в начале. Элемасейб на Исраэль, Ашерьяце, Мецрим, Митсраим. Вот странствие сынов Израиля, которые вышли из земли египетской. И содержит стихи из 33 главы, первый стих, и заканчивается 36 глава, 13 стих. Давайте краткая такая структура, что же там описано. Обозрение пути из Египта до Иордана, заповеди завоевания и заселения земли, города левитов и города убежища, наследование земли в случае браков между коленами. И вот знаете, каждый раз, когда мы выходим на эту сцену, мы не выходим вас удивить. Каждый раз, выходя на это место, мы хотим поделиться с вами нашими переживаниями, что мы увидели, читая, вот разбирая Тору, чтобы помочь вам увидеть то, что Бог может, хочет сказать сегодня. И я обратил внимание на 33 главу, 38-39 стих. В этой главе описывается смерть Аарона. Так, знаете, вот как бы мы читаем газету, и так, между прочим, там, рекордный урожай, автопробег, смерть Аарона, футбольный матч. И оно вот так, как-то ты читаешь, и оно вот, как-то вот так, знаете, между строк. Вот читаешь, читаешь, оп, смерть Аарона, читаешь дальше. И я зачитаю это местописание. «И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню, и умер там сороковой год по ишествии сынов Израилевых из земли египетской. В пятый месяц, в первый день месяца Аарон был 123 лет, когда умер на горе Ор». Смотрите, как важно правильно завершить свой жизненный путь. Ведь важен не только старт, и не весь процесс вот этот путь, но важно еще завершение этого пути. И главное, где будет твой финиш? Финиш для Аарона стала гора Ор, что переводится с еврита как «свет». Ор – свет, да, наша община называется Ор-Хамашех, свет Мессии. И Моисей поднялся, ой, Моисей, Аарон поднялся на эту гору Света, и там он умер. И очень интересный момент, мы можем увидеть это раньше, это в числах 20 главы, 23-29, где более подробно описана эта ситуация. И конкретно Бог говорит Аарону о том, что ты поднимешься на эту гору, и там умрешь, ты не войдешь в землю обетованную. И он говорит, и возьмешь свои одежды, снимешь, оденешь на своего сына Элизара, и он будет священником вместо тебя. И знаете, очень интересный момент, Аарон не начал говорить «Господи, ну как же так? Сколько я для тебя сделал?» Он молча, согласно, исполняет волю Божью, поднимается на гору, передает свое священство своему сыну и отходит к Господу. И знаете, в этом есть что-то интересное. Когда мы говорим об Аароне, он всегда на втором плане. Первый у нас всегда Моисей. Мы смотрим, Моисей, да, всегда Моисей. Аарон, он как-то так на втором, позади. Мы говорим о Торе, мы говорим о законе, мы говорим Тора Моисея, закон Моисея, но мы не говорим Тора Аарона. И хотя на самом деле Тора Божья, чтобы мы так поняли, хорошо? И вы знаете, что и тот какой-то вот такой момент я вдруг вспомнил. Ну священство-то Бог доверил Аарону, а не Моисею. Ну в чем причина? Почему так произошло? Трудно воссоздать подробную биографию Аарона и оценить его личность по имеющимся вот этим скудным отрывкам из Писания. Потому что много каких-то интерпретаций. Но есть определенные моменты, я хотел бы вам просто показать то, что я увидел. Смотрите, но прежде я хочу вам напомнить место, которое в Бытие 12 глава, 1-4 стих. Это призвание Авраама. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И там Бог перечисляет, что он привезет великий народ, то есть есть обетование Аврааму. И что происходит? Авраам, написано, и пошел Авраам, как сказал ему Господь. Отметьте, очень важно. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И теперь мы возьмем это, как отложим на полочку, будем помнить этот момент. И давайте посмотрим теперь на призвание Моисея. Помните, да, как Бог призывал Моисея? Две главы. Моисей рассказывал Богу, что он не может. Две главы. Бог ему говорит, иди, я пойду с тобой. Да, да, Господь, но... А есть ли еще кто-нибудь другой? Боже, я вот это. А вот, он говорит, я вот сделал чудеса, знамения. Да, хорошо, Господь. А может быть, это, другой есть? Он говорит, подожди. Вот, он говорит, Господи, косоязычный я. Ну, судя по этому спору, он очень был косоязычен, что Господь аж воспылал гневом. Он говорит, хорошо, у тебя есть брат Аарон. Он пойдет с тобой. А теперь представьте себе, 80 лет было Моисею и Аарону. Представьте себе, вот саму математику возьмите и логику. Я не думаю, что Моисей и Аарон, они переписывались между собой там, эмейлами, или писали друг другу, почтовых голубей отправляли. Вспомним, что Моисей пропал из жизни Аарона, где-то, когда ему лет было, наверное, года 3, 4, 5. Понимаете, да? И прошло сколько лет, и смотрите, что происходит в его жизни. А в его жизни происходит что? И Господь сказал Аарону, это пойди навстречу Моисею в пустыню. И он пошел и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его. Не находите общего между Авраамом и Аароном? Там Бог говорит, иди, и написано, Авраам встал и пошел. И здесь он приходит к Аарону и говорит, встань, иди к своему брату, который, может быть, он даже и не знал, жив он или не жив, и, может, даже и забыл о нем, о его существовании. И написано, Аарон встает и идет. Очень интересная вот такая похожесть между Авраамом и Аароном. Его безоговорочное послушание Богу. Его безоговорочное доверие Богу. И смотрите дальше, что происходит. А дальше происходит, что когда Бог ему говорит, ты пойдешь на гору и умрешь, и он опять молча говорит, Господь, он просто поднимается и делает. Я могу вам сказать, что Авраам муж веры, хотя он муж Сары. А Аарон, хоть и муж Элишевы, он тоже муж веры. Эти мужи, которые ходили в вере Божьей. Мужи, которые доверяли Богу. И он на втором плане, а впереди Моисея. Знаете, я очень интересно сделал вывод в этом. Очень часто мы смотрим на людей, кто стоит на первом плане. Мы видим их. Они стоят на сцене, они играют в прославлении. Мы видим их ведущими молитвы, ведущие какие-то служения. Но мы не видим порою тех мужей и жен веры, которые стоят позади, на втором плане. Которые не менее важные, которые не менее значимые в Божьем плане спасения. Потому что если бы Авраам сказал, я не пойду, то Моисей лишился бы своих уст. Они бы не сделали вместе то, что схотел Бог. Давайте дальше посмотрим. Если бы левиты не собирали бы сам ковчег, саму скинюю собрание, скинюю, да, то Аарону бы и служить бы негде было. Все взаимосвязано. И поэтому Писание говорит нам очень четко, что все взаимосвязано. И в послании, в первом Коринфине он говорит, Павел, апостол Павел, Рэбе Шауль пишет, «Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различения духов, иному разноязыки, иному истолкованию языков. Все же производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много составляет одно тело». Да? Так и Христос. Смотрите, как интересно. Смерть Моше выводит нас немножко на другой уровень. Мы видим, мы начинаем видеть живых людей через его смерть. Мы видим Моисея, Авраама, мужа веры. Заботался, извините. Мы видим Авраама, мужа веры. Мы видим Аарона, мужа веры. И мы видим, что все взаимосвязано. Мы видим вот эту взаимосвязь. Мы видим, что каждый в теле Мессии, он имеет важную роль и важную ценность. Каждый из нас призван Богом в чудный свой свет, по его изволению, для того, чтобы мы совершали его дело на этой земле. Да, он был на втором плане. Да, может быть, он нечасто был видим, но его жезл расцвел. Но его сыновья стали священниками. Но он был призван стать вот этим посредником между Богом и человеком. Не Моисей. Моисей он использовал для другого. Каждый из нас имеет особую роль в жизни, вообще в теле Мессии, в его плане. И как родился Авраам, как родился Аарон, потом он прожил свою жизнь, был призван, пошел дальше, да, и умер. И мы видим, что до конца он оставался верен. Он оставался верен тому призванию, которое было дано Богом. Знаете, часто в нашей жизни мы говорим, вот если я буду вот этим человеком, или я буду стоять вот здесь, все изменится. Я как выйду, как скажу, и все покаятся. Я как выйду, как дам указания, и все станут лучшими. Будь лучшим на своем месте. Стань лучшим там, где ты есть, потому что в тебе есть дар. Дар Святого Духа. В тебе есть дары, вложенные в твое сердце Богом. Будь Аароном. И Бог тебя сам выведет. Бог сам поднимет тебя туда, куда ты должен быть. Просто слушайся Его. Учись слышать Его. Учись видеть Его дела. И тогда все изменится. А Аарон не говорил, Боже, не могу, не хочу. Почему? Я столько сделал. Какая смерть? Я хочу в землю обетованную. Отдать свои одежды сыну. На, сынок. Служи Господу. Надо приобщиться к Израилю. Твоя воля, Господь. Заметьте, как все просто. И нету до двух главных переживаний, спора с Богом. Ну, да, Господь, а что еще ты там, чем ты еще подтверждишь, что это ты? Что еще ты мне докажешь, чтобы я наконец-то согласился, что я избранный, любимый, что я призванный? Что я еще, ты что еще должен сделать для меня, чтобы я это сделал? Чтобы я пошел в этот Египет и сказал, выходите, выходите из Египта, из рабства. Понимаете? Это смерть. Смерть Аарона, которая, ну, как бы направила мне на такие размышления. Один старый еврейский раввин говорил так, Господи, научи меня размышлять о смерти так, чтобы я приобрел жизнь. Понимаете? Размышлять так, чтобы я приобрел жизнь. И размышляя о смерти Аарона, можно увидеть, что у нас впереди есть прекрасная жизнь, в которой мы можем состояться, в которой мы можем стать теми, кем видит нас Господь. Потому что написано, в Его свете мы видим свет. В Его свете мы видим себя такими, какими Он нас создал. Не зеркало, когда мы смотрим и говорим, кто ты такой? А я смотрю в Бога и говорю, да, спасибо. Я такой. Я на самом деле такой, как Он, ты меня создал. Такой, как Авраам, Аарон, Моисей, такой, как Павел, Иоанн, такой, как призванный Божий сын и дочь. Поэтому, пожалуйста, если в вашей жизни есть такой момент, что вы смотрите на себя как-то так, знаете, снисходительно, если вы видите в своей жизни только одни проблемы, посмотрите на Аарона, посмотрите на его жизнь, посмотрите на его смерть, и посмотрите, что вы, такой же сын и дочь Божья, призванная Богом, искупленная на Голгофском кресте. И такой же Дух Святой, который жил в апостолах, который был в Ешуа, живет в вас. Поэтому вы все драгоценность Божья. Спасибо вам большое. И пусть Господь благословит вас, ваши дома и ваши семьи. И мы просим, пусть будет мир на Израиле, пусть придет покаяние и принятие Ешуа. Аминь. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиех, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Субтитры создавал DimaTorzok